Приветствую вас. Если отвечать на ваш вопрос конкретно, то молодой человек, с которым вы поругались, скорее всего, ждал от вас, ну, скажем так, определенных слов. Он ждал от вас того, что вы может быть попросите у него прощения. Я не считаю, что вы виноваты, но тем не менее. Это очень частая реакция. Молодые люди, но и вообще люди, не только мужчины ждут, когда те, с кем они поругались, как-то вот проявят свою активность по отношению к ним. То есть здесь и какие-то слова прощения, прощения, здесь и какие-то обещания возможны, вот, и так далее. То есть много-много всего. И молодого человека, скорее всего, не устроило то, что вы ему сказали. Вот. Молодого человека, скорее всего, не порадовало то, что вы ему написали. И он молчит, он объективно ждет вашей реакции в дальнейшем, причем, как бы, надеется, что вы все-таки, вот, ну, что вы нанесете ему то, что нужно. Вот именно то, чего он хочет. Все-таки вы дадите ему то, чего он хочет. Все-таки вы, как-то, вот, поступите, наконец, так, как он от вас ожидает, так, как он ожидает. И тогда он вам ответит, и, значит, вы получите возможность поговорить. Да, безусловно, понятно, что это очень плохо, и что так быть не должно. Это понятно. Но, к сожалению, молодой человек вот такой, какой он есть. И мне не представляется возможным как-то, вот, менять его поведение. То есть поведение, конечно, вы изменить можете его, но ничего хорошего, ничего хорошего в этом, на мой взгляд, быть не может, к сожалению. Но, опять же, с другой стороны, решать это вам и только вам. Это если отвечать на ваш вопрос конкретно. А если разобраться с тем, что вы написали, что, значит, я поругалась с парнем, ну, вроде бы, хорошо. А да, хорошо. То есть вы осознаете свою ответственность. Значит, вот, с парнем вы поругались. Это плохо, что поругались с парнем. Ага, безусловно, конечно, плохо. Но вы понимаете, что поругалась с ним я. Вы понимаете, что, значит, ну, скорее всего, в чем-то моя ответственность имеется, да, вот, в чем-то моя ответственность есть. Раз я поругалась с ним. Вот, ну, надо понять, во-первых, в чем-то моя ответственность. Почему вы с ним поругались? А что заставило вас с ним ругаться? Какие проблемы, какие ситуации, какие аспекты привели к тому, что вы с ним стали вот конфликтовать, да? Это первое. И второе. Именно за свою ответственность и именно вот за то, что сделали вы сами, перед ним нужно извиниться. Скорее всего. То есть изменяться нужно не за весь конфликт вообще в целом, это не было бы правильно. А именно за ту часть ответственности, которую вы, я надеюсь, берете на себя. Когда, когда говорите, что, а, я поругался с парнем. Вот. То есть это вот такой, ну, достаточно важный момент. А? Значит, дальше. Вы пишите. А он добавил меня в черный список. Значит, в WhatsApp. Через месяц черный список убрал. Ну, насколько знаю я, черный список в WhatsApp, это, знаете, такое вот демонстративное проявление того, что человеку вот как-то не нравится то, что вы делаете. То есть если бы он хотел с вами вообще перестать общаться, ну, я более чем уверен, что он бы просто перестал бы с вами общаться и у себя так, черный список, вы как бы знаете, вы видите, вы чувствуете, что он это сделал. Значит, это такое довольно показучное поведение. Это тоже нужно учитывать. Далее. Не очень понятно, не очень понятно, ага, как И почему вы, значит, молодым человеком своим не виделись, если я правильно вас понял, вы с ним не виделись все время, что вы были у него в черном списке. То есть почему, вот почему вы с ним не встречались. С чем это связано, с чем продиктовано. Понимаете? это важный момент. Почему вы не взаимодействовали с ним? почему вы не пытались помириться, когда он был, когда вы были у него в черном списке? С чем этот связь связано? Была ли у вас возможность что-то сделать? Не было бы, не было ли у вас возможности что-то сделать? Если не было, то почему? И так далее. Ну хорошо. Через месяц он снимает вас с черном списке. Ну, вроде бы, понятно, да? Человек снял, может быть, отошел, да? От того, что произошло, от того, что случилось, отошел. Ну, вроде бы как, да? Отошел. А дальше? Вы говорите, я ему написал. То есть, написали вы ему сами. Вопрос. Зачем? Вот почему вы написали ему сами? Не он вам, как это должно было быть, а вы ему? С чем это связано? С чем связано подобное ваше поведение? Зачем написали ему? Первое вы. Зачем и, пожалуй, что? Что вы написали? тоже очень важный момент на самом деле. Для нас. именно для нас. Это очень важный момент. Действительно важный момент, потому что без этого понимания вам нельзя помочь. Нельзя понять, что именно у вас произошло. но я надеюсь, что вы только лишь постараетесь понять, что я не просто так вас об этом спрашиваю. Так? Надеюсь. Надеюсь, что вы понимаете. напишите, что вы ему написали. Вы ему написали, а, значит, я вам говорю о том, что вы ему написали, это важно. Да? Что именно вы ему написали, это важно. Он молчил, не поняла его реакцию, значит, ну, соответственно, его реакция напрямую зависит от того, что вы ему написали. Как написали, такую реакцию получили, ну, и соответственно, нужно определять, что вы написали, чтобы понять его реакцию. Скорее всего, это не соответствует тому, чего он от вас ждал. Скорее всего. Прямо вот это 99%. Вы привели себя не так, как он ожидал от вас. Вы привели себя по-другому. И отсюда его молчат. То есть молчание здесь это, как бы, такое вот желание сказать, что ты, то есть вы поступаете, то есть вы поступаете не так. Как я, то есть ваш молодой человек, ваш парень, хотел. И либо вы поступаете так, как он хочет, либо не поступаете так, как он хочет. И тогда ваши отношения с ним под вопросом. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались какие-то вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если у вас возникли вопросы по поводу моего ответа, неточности, так же пишите в личку, я вам отвечу на эти вопросы. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.